Про таких людей, как Андрей Леонтьев и его команда, обычно говорят, что их уже мало что удивит. И действительно, за плечами более 50 различных автопробегов и еще большее количество проектов, реализованных для мировых компаний. Но сторона энтузиастов выделилась на общем фоне, и обычно такие задумки называют делом всей жизни. В планах у экспедиции проехать от Магадана до границы с Норвегией. На их пути 40 регионов нашей необъятной страны, и еще больше людей, которых команда называет гордым словом пассионари. Для нас этот проект во многом новый, хотя у нас за спиной более 50 экспедиций. И вот впервые мы сделали проект про людей. И на самом деле, мы поняли, какую глупость мы делали до этого, когда не обращались к этой теме. Потому что самое большое богатство страны – это не ее технические достижения, не ее природа. Безусловно, они тоже. Но это люди, без которых все это представить было бы себе невозможно. Проект рассказывает о людях, которые живут своим делом и творят на благо других. Для выполнения всех намеченных целей, а это 25 тысяч километров и 50 дней в пути, необходимо несколько вещей. Крепкий характер, уверенность в своих планах и транспорт, который не подведет. Если первые два пункта в этом списке постоянно поддерживаются, благодаря вдохновляющим людям, встречающимся на пути экспедиции, то вот для последнего не обойтись без надежного сервиса и качественных шин. Машины приехали в отличном состоянии. Состояние шин оценивается как более чем удовлетворительное. То есть остаток протектора порядка 45%, учитывая то, что они проехали 30 тысяч, из них примерно 6 тысяч по гравийному покрытию. То есть шины в идеальном состоянии еще, учитывая то, что некоторую часть пути они были перекачаны для того, чтобы использоваться на гравийном покрытии. И календарные километровые экваторы экспедиции уже пройдены, и впереди у команды «Страна энтузиастов» финишная прямая до Кольского полуострова. И после прохождения сервиса и с парой запасных покрышек в багажнике команда уверена в том, что намеченный план уже исполнен. Владимир Корловский, Денис Проскурин, Александр Кучец, Дон-24, Ростов-на-Дону.